В прямом эфире на телеканале Казларда Новости. Здравствуйте, в студии с вами я, Кристина Алмаз-Кузен. Легкую пищевую промышленность необходимо интенсивно развивать. Председатель Сената парламента Дарига Назарбаева сказала об этом на встрече с руководителями предприятий текстильного производства и производства сырья в рамках подготовки к парламентским слушаниям. Сегодня розничные цены на казахстанские товары, как правило, формируются с наценкой в 3-4 раза больше закупочной, что делает торговые площадки просто недоступными для них. Поэтому импортная продукция реализуется дешевле и быстрее, чем отечественная. Среди основных проблем, которые требуют скорейшего решения, были названы техническая и технологическая отсталость отрасли от зарубежных стран, низкий уровень производительности оборудования, как следствие высокой себестоимости, низкое качество товаров, отсутствие автоматизированных систем управления производственным процессом. Дарига Назарбаева отметила, что легкая промышленность, пищевая промышленность должны быть в приоритете, потому что эти отрасли играют важную роль в вопросах импортозамещения, создают большое количество рабочих мест, необходимо усилить их поддержку со стороны государства. К новостям в регионе. Сегодня Акимгорода провел очередной прием граждан по личным вопросам. Одни вопросы находили решение на месте, по другим даны поручения соответствующим сферам. Большинство пришли на прием с жилищным вопросом. Алмагуль Ажи – инвалид первой группы по зрению, живет в доме у старшего сына. В большой семье очень тесно. В очереди на жилье 441-е. 14 лет стою в очереди на приеме. Аким сообщил, что получу жилье в мае. Очень рада. Наконец, обрету свой кров. Ряд горожан пришли с просьбой найти им работу. Обещано содействие в трудоустройстве. Известный абаевед, кандидат филологических наук Абад Джолдасова многие годы изучает наследие Абая Кунанбаева. Написала множество научных работ. Пришла на прием с рядом предложений. Не все имеют возможность посетить край, где жил великий Абай. Только школьники раз в год бывают на абаевских чтениях. И то только по трое. Мое предложение – открыть во всех районах научные центры по исследованию наследия Абая. В городе я открыла такой центр в 1999 году. Также нужно организовать для учителей тур поездки в семей. Они должны все увидеть своими глазами, чтобы потом рассказывать ученикам. Аким отметил, что все эти предложения будут рассмотрены на специальной комиссии и будут реализованы в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева. В этом году планируется оборудовать 50 школьных кабинетов химии и биологии. Об этом сообщил на отчетной встрече в аульном округе Ахсуа, таким городом Нурлыбек-Налибаев. Есть большая новость и для местного населения. В этом году ожидается газификация аульного округа. В пригороде еще не газифицированы 4 аульных округа. На отчетной встрече сельчанам сообщили хорошую новость, что аульный округ Ахсуа стоит первым в очереди. В прошлом году на подготовку ПСД из областного бюджета было выделено 105 миллионов тенге. Получена положительная оценка госэкспертизы. Подана заявка на финансирование. Эти работы запланированы на 2021 год. То есть на газификацию округа населенных пунктов Наурус в Сабалах рассмотрены средства на 2021 год. Но в феврале состоится уточнение республиканского бюджета. Мы делаем все, чтобы ускорить эти работы и сдвинуть их на 2020 год. В округе год от года улучшается инфраструктура, обновляется система водоснабжения. Планируется строительство дополнительной пристройки на 200 мест для школы-лицея номер 268. Будет проведен капитальный ремонт детского сада. Проведен ремонт 11 улиц. На освещение 14 улиц из городского бюджета выделено 2 миллиона 550 тысяч тенге. Сейчас ведется подготовка ПСД. Также рассматриваются средства на освещение еще пяти улиц. В округе на сегодня 269 субъектов предпринимательства. Это по сравнению с прошлым годом больше на 32. По программе «Янбек» семь многодетных семей и 16 молодых людей получили безвозвратный грант на открытие своего дела. На встречу была подчеркнута важность развития малого предпринимательства. Это новые производства, рост налогов, новые рабочие места. Айгирим Курмангали, Гульзат Бахчан, Казабугин Баябасилов, Торихан Кожахметов, телеканал Казларда. Дело о резонансном преступлении в Казларде. Разбойном нападении на дом известного предпринимателя поступило в суд. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялось первое заседание. Уголовное дело состоит из 27 томов. На скамье подсудимых группа лица, совершивших сопряженное с убийством разбойное нападение на жилище предпринимателя по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия. Подробности из зала суда. На скамье подсудимых семь человек. Только один из них ранее не имел судимости. Все они обвиняются в совершении особо тяжкого преступления. Напомним, в августе прошлого года на трехэтажный коттедж известного в городе предпринимателя было совершено дерзкое нападение. Грабители в масках ночью ворвались в дом. Согласно обвинительному акту, дочь предпринимателя и домашний персонал связали скотчем по рукам и ногам. Хозяина дома зверски избили железом. Разбойники вынесли из дома три сейфа с крупной суммой денег и драгоценными украшениями. На пострадавших совершили нападение, связали по рукам и ногам, стали требовать ключи и пароль от сейфа. Он ответил, что пароль знает только его супруга и ключи у нее. Они стали его бить, нанесли очень сильный удар по голове. Произошло кровоизлияние, и он потерял сознание. В результате ограбления потерпевшим нанесен денежный ущерб в размере 309 миллионов тенге. Один из обвиняемых предположительно ранее работал официантом в ресторане «Жанетта». Он мог знать, что в доме предпринимателя хранятся крупные суммы денег и драгоценности. В целом уголовное дело состоит из 27 томов. В ближайшее время ожидается, что в суд будут направлены материалы в отношении еще одного подозреваемого. В связи с непогодой на автобане от Карамакшинского района до границы Актюбинской области усилено патрулирование. В целях предупреждения несчастных случаев полицейские доставляют водителей и пассажиров в ближайшие объекты придорожного сервиса и обеспечивают их горячим питанием. Во время недавнего шторма на республиканской трассе на стоянку переждать непогоду было отправлено около 1400 автомашин, в том числе 13 автобусов. Оказана помощь автомобилям, сошедшим с дороги из-за кололета. Со снятием ограничения на трассе водители и пассажиры продолжили путь. Синоптики прогнозируют морозы, а в многоэтажном доме номер 20 по улице Ганимуратбаева ели теплые батареи. Жильцы спят в одежде с начала отопительного сезона. И так вот уже несколько лет. Почему нет тепла и когда оно будет, разбиралась наша съемочная группа. Две пары носков ее одеваем, две пары штанов теплых, две пары кофты на ней. От сырости потолок и углы стен покрылись плесенью, отходит штукатурка, вещи влажные, от холода спасаются обогревателями или включают газ. Вот так и живут. Абсолютно норм, вот абсолютно, даже грамма нету тепла, грамма. И так я, это вообще моя вот эта вот батарея, она четвертый год не греет. Я четвертый год не могу добиться, чтобы не сделали отопление. От того, что нет отопления, ну сейчас на данный момент окна подсохли, вот смотрите, стена. Она периодически, она у меня мокнет, периодически вот эта вот чернота появляется. Я даже не могу в доме ремонт сделать. А те, кто не выдержал и все-таки сделал ремонт, сильно пожалели. Потолок вновь покрылся плесенью. Мы уже ходили в акиматы. Сейчас у нас отопления, можно сказать, вообще нету. Ну где-то на процентов 10 градусов, сейчас 19. В начале вообще было около 16-17 градусов, сейчас еще более-менее. На кухне холодная. Вот смотрите, газом греемся. Газ у меня горит. Холодно практически во всем доме. В квартирах сыра, плесень, подвал затоплен. И это парадокс. После модернизации, которая была проведена в 2014 году. По словам жильцов, первые три года было все нормально, проблемы начались потом. Прошу обратить внимание на наш подвал после капитального ремонта. Посмотрите, полной воды. И причем это идет, по-моему, горячая вода. Вот даже пар видно. Это нам так сделали ремонт. Никто туда залезти не может. Сапоги здесь не помогут. Здесь надо специально защитный костюм. Неоднократно обращались в Турганы, куда мы относимся, в КСК. И нам там помочь не могут. То есть сантехники приходят, в подвал вроде бы залазивают, но дело стоит на одном месте, не двигается. Теперь они говорят, собирайте деньги, мы вам якобы сделаем. За отдельную плату. Но я отказываюсь платить отдельно, потому что они за это деньги получают свою зарплату. Жители отказываются платить дважды, но не знают, с кого спросить. Хазлурда Тазалга утверждает, что дом полностью подключен к отоплению. Причина низкой температуры в квартирах – устаревшие и засоренные батареи и стояки. Жителям еще летом говорили почистить батареи. Объясняли, что если будут засоры, не будет правильной циркуляции. По правилам, каждые 6-7 лет необходимо проводить очистку батареи. Также ведь вода стоит в подвале, возможно, из-за этого отопление не полностью поступает в квартиры. Касательно воды в подвале, по словам специалистов, во время модернизации были полностью обновлены все инженерные коммуникации. В чем причина, пока не знают. Войти в подвал невозможно из-за воды. Жильцам обещают через 2-3 недели навести порядок в доме. Как только закончится капитальная работа в системе канализации города, это где-то 15-20 дней, мы полностью откачаем воду в подвале. На 100% создадим все условия для благоприятной жизни жителей. И отопление приведем в порядок. Больше такое не повторится. В Казарде прошел областной турнир по мини-футболу памяти заслуженного финансиста Казахстана Камала Шукена. В традиционном 9-м турнире приняли участие 9 команд. Камал Шукенов был известным финансистом. Он внес огромный вклад в становление финансовой системы региона и страны. На протяжении многих лет возглавлял областное управление финансов. Неоднократно избирался в областной совет народных депутатов. Был членом всесоюзного научно-экономического общества. По воспоминаниям он отличался честностью и принципиальностью. Был чутким и отзывчивым человеком. Камал Шукенов воспитал целую плеяду талантливых финансистов. В их числе и Дайрабай Искаков. Сильный финансист. Выдающийся, очень человечный. Он всегда честно трудился. Всю свою жизнь посвятил финансовой сфере. Внес бесценный вклад в развитие экономики региона. Камал Шукенов был не только профессионалом своего дела. Он еще страстно любил футбол. Традиционный турнир по мини-футболу среди финансистов в этом году собрал около ста специалистов из города и районов области. По итогам соревнований третье место завоевала команда из Желагаша. Второе место у областного Акимата. Чемпионом турнира стала команда областного департамента экономических расследований. Турнир очень интересный получился, захватывающий. По итогам упорной борьбы наша команда завоевала главный приз. Все наши игроки выложились по полной, играли слаженно. Наша команда Желагаша ежегодно принимает участие в турнире памяти выдающегося финансиста Камала Шукенова. Вот уже девятый раз играем здесь. Игра очень интересная получилась. Все спортсмены хорошо подготовлены. Мы вошли в тройку сильнейших. Очень рады. Победители турнира награждены ценными подарками и специально подготовленными кубками. Прошел он очень хорошо. На высоком организационном уровне. Уже девятый в этом году. Мне бы хотелось выразить благодарность всем казалардинцам, всем, кто принимал участие в организации, непосредственного участия, как наши футболисты, госорганы, финансисты. Наши футболисты из области. Я думаю, что конкурс прошел замечательно. Кристина Алмаз, Кызы, Расул Алимжан, Шигасабаев, Турихан Кужахметов, телеканал Кызларда. Это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал kastrk.kz на сайте телеканала Кызларда. Далее прогноз погоды на сегодня. Оставайтесь с нами. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова